Привет всем! Вот и закончил я свой долгострой МАЗ-5335 в масштабе 1.12. Ушло время у меня на это 3 месяца, почти 3 полных месяца, так как делал это я все после работы, по вечерам понемножечку. И вот что у меня получилось. Доделал я тент, вот он тент, наклеил наклеечку, софтрансавта побольше мне не было, была такая маленькая, ну ничего страшного какая есть, такая была, такую и наклеил. Здесь сделал такие отверстия, протянул нить, небольшой грязник, здесь надо будет убрать еще, и получился вот такой вот трос, как бы трос держит тент, тент весь приклеенный вот отсюда этого места, здесь уже он просто висит и натянут этим тросиком, покажем так, ниткой. И вот получился такой вот бортовой тентованный МАЗ-5335. Работает он на софтрансавта или будет работать на софтрансавта. Вот такой вот советский МАЗ с делом в Белоруссии. К бокам, как я и говорил, добавил такие вот плафончики, оранжевым цветом, при включении фар, габарит, они горят оранжевым с обоих сторон, и горит все это дело оранжевым. Здесь такую еще одну маленькую декальку наклеил, не курить, взрывоопасно. Так, что я еще сделал? А, сейчас я разверну модель задом, и покажу, что я сделал сзади еще плафонов. Установил такие же плафоны, только красным цветом, с красными диодами. Загорается тоже все это вместе с габаритами, как сверху, так и снизу. В кузове вся электроника. Так, открываем ворота, ворота открывающиеся, как я говорил, и там электроника вся. И также будет там лежать аккумулятор, чтобы при случае, если он посядет, легко можно было достать, не поднимая модель, не прятать его не снизу под рамой, а именно в кузове. Вот она, софтрансавто. Да, неплохо было бы, если бы она была ему ручка побольше, но больше у меня не было. Вот они такие же плафончики здесь, оранжевым цветом. Также здесь такая же декалька, не курить. Запаска. Я уже показывал, запаска такая здесь. Здесь крылья-крылья прикручены к кузову, и, как вы, наверное, уже заметили, на брызговиках я сделал вот такие вот надписи МАС. Распечатал на 3D-принтере, на простом, не на 3D, а на простом, и под скотч, и приклеил на брызговик с обеих сторон вот такие вот надписи МАС. Потому что сзади как-то что-то не хватало чего-то. Здесь еще нужно будет продублировать номер. Да, забыл я это сделать. Значит, подальше все-таки еще не готово. Продублировать номер нужно будет здесь. Да, наклеечки МАС. Ну и с этой стороны уже все. Больше здесь добавляться уже ничего не будет. По поводу прицепа, не знаю, думаю, делать прицеп, не делать. Задумка, конечно, хорошая. Посмотрим, может быть, сделаю ему еще прицеп, чтобы был такой МАС с прицепом. Получился у меня 4 на 2. Не стал я делать его полный приводным, как я делал это на ЗИЛу. Оставил его 4 на 2. То, что я еще сделал, я заблокировал задний дифференциал. Так, он был разблокирован. Я его заблокировал, и теперь гребут оба задние два колеса. А не так, как на ЗИЛу было, только левая, либо правая. Ну, разлокированный дифференциал, да. А так уже полноценный 4 на 2. Кстати, резина ей очень довольна. Она очень мягенькая. Стоит она немного. На Алиэкспресс я брал ее. Размер ее 98 мм. Почти 100 мм в диаметре. И она очень мягкая. Одевается она на диск 1,9. Кому нужна вот такая вот резина. Из лишних надписей. Просто размеры стоят, и все. И протекер такой неплохой, более копийный. Кому надо. Ссылку я, по-моему, в одном из видео уже оставлял на эту резину. Так что посмотрите, кому на резине нет, то напишите, я скину еще раз. Либо просто сейчас оставлю ссылку в описании, какая стоит резина. Кузов я делал сам. Как вы помните, это пластик трехмиллиметровый. Полностью кузов, это полностью моя работа. Также ворота, открывающиеся на таких простых петлях. Все это я делал сам. Туманки я ставить тоже не буду, так как я думаю, что это ненадолго. Я их просто отору где-нибудь при малейшем какое-то препятствие. Я их где-нибудь потеряю. Потом это опять крутить, вертеть неохота. А так уже можно, так как высоко здесь хватает. А если повесить противотуманки, то уже будет проблематично. Будем без противотуманок надеть, что туман не будет. И не пытаться так. Тоже я тени ставил, я ставил делать московские. Как мне посоветовал один подписчик, он сказал, отрежь просто слово Москва, название Москва-город и наклеивайся в трансавтор. Что я и сделал. Да, маловато, конечно, надпись. Но, а то спереди их хватает. Но еще и английскими буквами. И здесь такие логотипы еще. А я только что заметил, что я что-то забыл сюда установить. Как вы думаете? Да, это фарку прицепное. Я его забыл сюда поставить. Да, как так. Ну и ничего. Что-нибудь придумаем здесь. Здесь, в принципе, такие болтики. Их можно раскрутить. И в эти же отверстия установить. Либо заказать оригинальный от King Conquer Seer и поставить туда. Либо простой от 10-го масштаба. Хотя от 10-го масштаба мне это больше нравится, чем вот такие конкурсии. Прицепное. Да, с надписью, конечно, намного лучше. Модель такая более живая стала. Вот он, салон. Там еще висит проводка. Это огонь автопоезда, как я жду водителя. Поэтому я еще не приклеил ее крышу, чтобы можно было крышу снять. Чтобы установить туда водителя. И тогда уже может быть этот провод. Приклеить крыши. И он не будет так болтаться. Занавески тоже я вырезал из простых настоящих занавесок. Получились такие вот шторки. Руль. Так, дверку можешь немножко приоткрыть. Салон. Все это. Есть также циферблаты наклеены на спидометре. Такие вот ламбригены. Все это делал сам. Дверь на магнитах. Так, кстати, вот в дверь на магнитах. Сейчас покроем. Вот, открывается. И закрывается. То, что при движении открыть она не сможет сама открыться. Здесь колпаки стоят. Диски я не стал ставить. Копины. Так как у меня, во-первых, их нету. А заказывать еще раз их не хотел. Так как опять же надо будет ждать. Просто поставил такие колпаки. Мне их сделал один товарищ. И получились такие вот колпаки. Такой тюнинг получился. Советский тюнинг. Как стали раньше такие колпаки. И оставим такие колпаки. Дворники тоже десятой модели. Немножечко укоротил их. Так как они были намного больше, чем они сейчас. И просто приклеенных в отверстия. Они также откидываются наперед. Вот видите. Можно протирать, если запылиться. Протереть. И опять там пружинка стоит. Все это свободно ложится на лобовое стекло. Вот такие вот дворники. Маленькая демонстрация света. Передний. Передний, кстати, можно включать, выключать. Поворотники. Работает огне автопоезда. Вот эти плафоны, которые горят по бокам. Оранжево. Передний, задний. Тоже освещается. Ну и вид сзади. Сейчас, когда модель стоит, горят стоп. И задние габариты. И сверху горит красным. Вот такие вот маленькие плафончики. Кстати, удобные такие плафончики. Я не знаю, где их можно достать. Посмотрите. Можно просто нато спечатать. Так как это и есть печать. Но напечатаны они на полимернике. По-моему, на 3D полимернике. Поэтому кому нужно, поищите. Вот. При выключенном свете. Вот так вот он освещается. Боковые огни. Ну и вид сзади. Еще раз. Сверху. И снизу. Вот такой вот. Масс. Вот и все. Модель готовая. Можно отправляться в рейс. Заводим масс. И выезжаем с бокса. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...